Это авторы, вот Павел Михайлович Маркин и Виктор Васильевич Ахломов. Мы авторы этой сети. То есть не указано, чьи... Везде, на каждой фотографии. А где написано? А, это просто мелко. Виктор Ахломов. Мелко. Ну как это мелко? Вы крупнее, что ли, ребят? Но тут, главное, фотографии они подвели. Хорошо, спасибо, понятно. Ну, скромные. Скромные не могут вот себя показать. Мусор Ильян. А кто зависели? Кого спрятали? Зависели тоже. Потемпельскую лестницу, Кнесюка и Канавалова, Георгия Канавалова. А, вот хорошо, что Юну Антонову оставили, не выбросили. Ой, Кауфман, его надо звать. А он видел это? Ты ему не довел? Он обещал, обещал быть. Кауфман, если был Кауфман, я бы ради такой фотографии пришел. Он обещал быть. Ты что, дирижер? Я ему сообщил. Причем вот это хорошо. Он, в отличие от тебя, хорошо владеет компьютером. Ну и что же? Да. Вот я сначала про эти фотографии, когда в буклетах во всех напечатали. Я думаю, он может быть и не только фотографом, художником, зубным врачом, гинекологом, кем угодно. Ну, я с ним познакомился. А потом я чем дальше смотрю, тем... Вот вам всем говорю. Фотограф не обязательно, чтобы с аппаратом был. Вот можно с очками, понимаешь? Да, Лариса Викторовна? Васильевич уже давно на съемке без аппарата ездит. А я уже классик давно стал. Он глазами теперь фотографирует. Так что это замечательное произведение. А знаешь, почему я сначала? Потому что... Павел, значит, вот... Дайте я ему мастер-класс коллеге дам пока. Малый народ пока. Дело в том, что она настолько прекрасна, что первое у меня впечатление, что пусть это будет фотограф, кто угодно, он стоит в музее у скульптуры. Настолько она скульптурна, настолько она застыла в своей прекрасной позе, что... И потом она напоминает вот Роденовское совершенство какое-то. Понимаешь, если бы она показала что-нибудь там, то тогда бы было видно, что она... Наш, чемодель. Модель. Да, наш, земной. А здесь она такая вот стоит, модель. Ну, мало кто к ней прислонился. Это мы присланировались с кем-то. Вот с Юрой мы присланировались. Вот. Это вот хорошее очень. Выставка Бруна Робинича. Слушай, а Барановский? Да. Валя Барановский. Это я даже не помню где. Но это бинда, конечно, в молодости. Сейчас она немножко не такой. Ой, давно. Это Тарфим Небесный. Три классика мировых. Гринберг, кто выставку не видел, в галерее сестер, братьев, люмьер. Идите, смотрите. Сестер. Замечательная. Сестер. Сестер, братьев, люмьер. Слушай, это гениально. Да. Это, понимаешь, я даже не понимаю, что... Я снимал человека, который снимал всю Лениниану. Ну, почти. Ну, не только Ленина. Ленин читает правду, известия, мухосранские новости. Это все... Его работа. Только его работа. Только меняли газеты. Витя, так... Да, Кривоносов рассказывал, когда отцов проходил в лабораторию Огонька. Да. С палочкой. И говорил, а не кажется ли вам это контрастновато? Да, да, да. Вот, видите, я застал это. Петр Адольфович Отсуп. Я видел даже... Это Николай Иванович Свящев-Паола. Легендарное имя. Легендарное, классическое имя. То есть... Выше некуда. Да, а фотогеничная собака какая была. И я даже тогда не знал, это что будет. И я даже еще не был профессиональным фотографом. Это знаешь, что такое? Это юбилей отцупа в доме Пцедри. Я просто... Да, ну, значит, ему 75 лет было, может быть, в то время. Этот старше оказался немножко. В общем, юбилей был Свящев-Паола. Он там еще где-то есть с этой... Да, с этой... С отражателем. Какие люди? У вас экскурсия сейчас, да? Да. Привет, красота.